В стенах этого дома хранится история станицы. От копий полотен известных художников до фотографий их прототипов – один шаг. Эти древние черепки держали в руках скифы и сарматы. Местные жители несли сюда все, что говорило об особенности данной местности. Вот реброда исторического кита цитатерия, а это инструмент умелого бандуриста. Юная хранительница истории, библиотекарь, экскурсовод в одном лице Анна Медичева о создании села уверенно и тепло. Часть земли была продана еще при генерале Дмитрия Васильевича Пиленко и селение было названо в его честь Пиленкова. Вторая часть села образовалась уже после гибели, после смерти Юрия Дмитриевича Пиленко, когда его супруга, уезжая в эмиграцию вместе с матерью Марией, распродавала земли. И в честь Юрия селение называлось Юриевка. Но экскурсию пришлось прервать. Анна Анатольевна еще и председатель ТОС, активистка общественной деятельности, отмечает сегодня день рождения. Поздравить зашла координатор ТОС Ольга Загоруйко. Среди добрых слов благодарны за способность ладить с людьми, за вдохновение и умение с легкостью браться за любые дела. Просто жители считают, что мы это вот, ну чуть ли не боги на месте, где мы проживаем. Потому что они даже как, ой, администрация-то где-то далеко, а вот почему вы не сделали, а почему, а давайте вот это сделаем. То есть как бы они считают, что мы вообще можем все. В этом году ТОСовцы организовали очистку русла местной речушки. Тазаилилась, заросла и серьезно подтопила целую улицу. Совместная большая работа решила эту проблему раз и навсегда. Сейчас это все поуходило. Подвалы действительно сухие, люди довольны. А какую улицу подтапливала? Садовая. Садовая, но это вот... Пеленковка так называют. Ни на одном субботнике пришлось поработать юровчанам в сельском парке. Он был похож раньше на лесную чащобу. Жители Демченко, Грядякина, Зосимова, Редько, Милета, Гончаров реализовали целый план по его благоустройству. Галина Глушак покрасила ворота. Сварщики лапины череватой приварили сломанные детали. Появились парки-тропинки, лавочки у стадиона, мусорные баки, да и вообще просто меньше стали здесь сорить. Более 60 лет в нашем селе существует парковая зона. Долгое время она была заброшена. Четыре года назад мы вместе с жителями взялись за восстановление парковой зоны. И вот что хочется сказать. Стоило только показать пример людям, как многие откликнулись, многие присоединились. Первые субботники, сколько мы выносили мусора, деревья облагораживали, старые деревья выпиливали. Было очень много повалено их. Местное казачество завело даже новую традицию. Выпускники казачьих классов сажают здесь липы и березки. Но именинница мечтает о большем, чтобы стал этот парк как в городе, с дорожками и фонарями, детской площадкой и тренажерами. Музей ведь тоже совсем недавно еще не был таким уютным и богатым на экспонаты. Младший Анин сын Ванечка на всех субботниках вместе с мамой отработал. Мне нравится то, что вообще во всем селе так чисто и красиво. Прекрасные желания, задуманные в день рождения, пусть осуществятся. Здорово, что у главы Первомайского сельского округа такие искренние помощники. Субтитры создавал DimaTorzok